братья и сестры приветствую вас всех субботний вечер мы благодарим господа что он дарует нам вновь возможность сегодня встретиться вместе и прославить нашего спасителя и господа иисуса христа и сегодня я благодарю братьев что они сегодня взяли за основу тему пророчеств о нашем господи иисусе христе и я как бы продолжу эту тему сегодня потому что это сегодня для нас тема радости эта тема рождества христова на земле когда господь и бог облаченный в человеческую плоть человеческое тело явился на землю как владенец и для того чтобы спасти эту греховную землю это человечество от греха и смерти сегодня сегодня а тема на которую я хотел бы о которой хотела поговорить поразмышлять вместе с вами надеюсь что дух святой а поможет нам и будут участвовать с нами потому что без него мы не можем сегодня ничего говорить о иисусе христе потому что он тот кто сегодня вводит нас по жизни то дает дал нам родительство свое свое рождение для того чтобы мы прошли свой путь именно с духом святым утешителем нашим и тем кто сегодня дарует нам силу все необходимое для спасения и так я бы хотел начать до говорить сегодня о чем иисус христос есть корень и потомок давида и звезда светлая и утренняя это тема которые название этой темы я взял из откровения 22 глава 16 стих значит сегодня мы будем говорить конечно же первую очередь я хотел бы говорить о звезде о нем о нашем господи как как звезде светлой и утренней и я хотел бы начать вот эту тему а размышления на об этой теме со второго послания петра втором писать послание петра апостола петра мы находим очень интересный стих девятнадцатый 1 глава 19 стих 2 послание петра и при том и при том мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете что обращаетесь к нему как светильнику сияющему в темном месте доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших амэн слава господу за этот этот святой текст который господь даровал нам сегодня духом святым понять что действительно пророческое слово это основа нашего познания нашего спасителя господа потому что без знания пророчеств без знания божьих откровений которые он дает нам самого начала книги бытие и до последней книги 66 книги откровения мы находим нашего господа на многих страницах святого писания и действительно для нас пророчеств пророчества является светильником потому что это открывает наше знание глубину познания нашей духовной зрелости нашего сегодня желание исполнять волю желание исполнять заповеди божии это все дает нам дух святой и поэтому мы должны держаться его держаться его чтобы не уходить и влево не вправо никуда не уклоняться потому что действительно о это пророческие откровения они как светильник они украшает в нас они разгоняют всякую тьму старой и ветхой природы нашей человеческой и поэтому мы по мере нашего продвижения вперед как здесь написано доколе не начнет расцветать день в нашей духовной внутренности внутренности должен должно расцвесть вот этот вот день день победы над над этим миром над сатаной дьяволом и над нашей падшей плотью то есть вот это рассвет который дать нам кто наш господь иисус христос который является утренней звездой светлой утренней звездой и так мы с вами начнем эту тему как раз с самого начала с книги бытия мы вместе с вами можем дорогие друзья открыть книгу бытия первая книга моисея который мы в которой мы читаем следующее с 1 по 3 стих прочитаем в начале сотворил бог небо и землю земля же было без видно и пуста и тьма над бездною или дух божий носился над водою и сказал бог да будет свет и стал свет и так мы с вами увидели в этих трех стихах участие всех трех лиц три единого бога бога отца сына божьего и духа святого вот три лишь стиха и мы видим бога как три единого единого бога и логим и логим и логим то есть каждый из них божественная личность каждый из них представляет себя вода который един в этом множестве слава ему и мы здесь с вами видим очень важно для нас что касается нашей с вами темы что земля была вот таком а несовершенном незавершенном состоянии она была в состоянии строительства бог был архитектором и строителем земли всей вселенной мы с вами видим что каким образом совершался труд дух святой носился над водою то есть и тьма была над бездом была тьма ничего не было видно и вот первым с таким как камешка камнем или или кирпичом этого основания это краевольный камень можно сказать создание мироздания всего явился свет потому что если бы не явился свет то не явилось бы все то другое что повелел господь явиться в течение шести дней сотворения поэтому мы благодарны господу что этот свет воссиял посеял нас на всей вселенной и этим светом был наш господь наш иисус христос вторая второе лицо триединого бога и так дорогие мы с вами будем а сегодня говорить о на о рождестве о нашем христе о нашей звезде я предлагаю вам вместе с нас со мной сейчас открыть а евангелие от матвея мы с вами должны открыть сейчас евангелие от матвея и мы с вами будем еще возвращаться к пророческим стихам а старого завета и будем видеть какая связь есть связь живая связь между каждой книгой между старым и новым заветом потому что это единая книга и и невозможно разделить и так мы с вами почитаем матвея вторая глава прочитаем с 1 по 11 стихи 2 глава с 1 по 11 стихи когда же иисус родился в ифлееме иудейском во дни от царя ирода пришли в иерусалим в охвы с востока говорят где родившийся царь иудейский ибо мы видели звезду его на востоке и прошли пришли поклониться ему услышать это ира царь встревожился и весь иерусалим с ним и собрал всех первосвященников и книжников народных спра и спрашивал у них где должно родиться христу они сказали ему вифлеем иудейской мы бы так написано через пророка и ты мифлеем земля иудина ничем не меньше воеводстве иудины ибо из тебя произойдет вождь который упасет народ мой израиля тогда ира тайно призвал волков выведал от них время появления звезды и послал их в вифлеем и сказал пойдите тщательно разведайте младенцы и когда найдете известите меня чтобы и и и мне пойти поклониться ему они выслушав царя пошли и это звезда который видели они на востоке шла перед ними как наконец пришла и остановилась над местом где был младенец увидев же звезду они возрадовали с радостью весьма великую и войдя в дом увидели младенца с марию матери его и по поклонились ему и открыв сокровища свои принесли ему дары золото лагом и смирну и получилось во сне откровения не возвращаться к и роду иным путем отошли в страну свою слава господу слава господу за это святой текст который сейчас он даровал нам прочитать духе божьем и я хотел бы обратить ваше внимание сразу самого начала вот на первый стих где говорится что он иисус родился бифлеем иудейском на самом деле чтобы мы с вами знали как важен все-таки для нас перевод мы мало кто из нас владеет ибритом но на самом деле этот город не имеет никакой связи с таким названием который мы здесь читаем с вами бифлеем бифлеем это принято это я не знаю кто и когда какие времена дали такое название этого города где родился наш господь на самом деле это с иврита переводится город переводится как бэйт лэхэм на иврите он звучит бэйт лэхэм бэйт это город это дом а лэхэм это хлеб дом хлеба и так мы с вами это очень важно с духовной стороны если вы просто говорю мифлеем это нам не о чем или мало о чем вообще может говорить нам очень важно понять что он именно там должен был родиться именно в этом городе хлеба потому что мы с вами знаем что наш господь является хлебом жизни хлеб жизни живой хлеб жизни потому что без него если он не пришел на эту землю если бы у нас не накормил этим духовным хлебом своей плоти и если бы мы не стали христианами и не не вкушали этот хлеб и не пили бы его крот то нашей веры бы достаточно достаточно не хватило бы для того чтобы были искуплены потому что в этом совершалось великое спасение наше в этом совершалось очищение от грехов наши и поэтому слава господу что мы с вами сейчас самого начала можем понять для себя что все происходило бэйт лэхэме запомните дорогие братья и сестры и друзья ну что это очень важно для нас с вами знать и мы с вами видим здесь как трое волк вы она называется здесь но на самом деле более правильное название было бы назвать это мудрецами это три мудреца вероятнее всего с востока с месопотамии они и было сообщено духом святым что именно в земле израилевой есть такой город бэйт лэхом куда они должны были прийти для к которому они должны были поклониться и они знали что не просто один из младенцев который родился на территории израиля а что это царь иудейский царь иудейский где где даже должен родиться именно там почему там потому что так было предсказано пророчеством у пророка мехея в пятой главе мы находим очень важный стих и ты бифлеем земля иудина ничем не меньше воеводства иудины ибо из тебя произойдет войс который упасет народ мой израиля слава господу что действительно мы видим что господь говорит через свое слово посмотрите мехи и жил огромное количество времени на земле израиля до того как господь пришел в своем первом пришествии он он жил где-то в седьмом веке в седьмом веке жил значит за 700 лет до рождения христа было предсказано этим пророком пророком давидом было предсказано за тысячу лет было предсказано что наш господь будет совершить голгофскую жертву то есть мы с вами видим много великих фактов фактов жизни иисуса христа которые изложены очень очень а детально во многих пророчествах которые господь даровал нам поэтому слава господу и что мы еще здесь увидели мы с вами увидели очень важный интересный факт о том что мы читаем что их этих трех мудрецов вела звезда звезда которая тоже называется и почему-то мифлеемский по имени города но это же звезда ее лучше назвать бейтлэхэмская звезда бейтлэхэмская звезда потому что она привела его именно туда именно к месту рождения его именно там вот эти три человека которым бог доверил чтобы они пришли со своими богатствами да дарами и принесли золото ладан и смирну и это действительно прославила бога и это было помощью материальной для как для иосифа так для и маком молодой семьи марии поэтому мы с вами знаем потому что им предстояло пройти тяжелый путь только только они родился наш господь и уже с момента его рождения сатана сатана дьявол хотел уничтожить младенца у хотела вас есть он хотел его убить он хотел не допустить чтобы совершилось вот это великое пришествие этой великой победы голгофского креста и так мы с вами продолжим сейчас говорить о нашем господи но мы постепенно вот от темы света я не хотел бы сразу уйти потому что тема света очень хорошо и глубоко раскрывается через все писания я с вами хотел бы открыть а сейчас пророка исайю и так мы с вами вместе сейчас идем на пророку исайя и открыт открываем девятую главу здесь мы читаем два стиха 1 2 9 глава пророк исайя прежнее время умолила землю завлонову и землю нефалимову но последние последующие возвеличит приморский путь за орданскую страну галилеи языческую народ ходящий во тьме увидит свет великий на живущих стране тени смертный свет воссияет какие слова какая радостная благая весть на которой прозвучала сус пророка который жил за 800 лет до первого пришествия иисуса христа пророк исайя и шаял это великий пророк которого называют пятым евангелистом а священного писания который действительно даровал нам столько пророчества иисусе христе который по моему никто из пророков не сообщил нам как пророк и шаял поэтому смотрите дальше мы с вами идем и да я хотел еще пару слов сказать о том а как важно что этот свет воссиял именно над израилем на его избранным народом на его первенцам из всех племен и народов земли именно туда пришел наш господ именно там была самая сгустевшая тьма греха и и и нечестия именно на этой земле и поэтому именно к народу израиля он пришел ним своим избранникам своим своему народу среди которого он родился и его матери стала мир я мир я именно она стала матерью и сосудом для такого великого рождения непорочного рождения духом святым слава господу и теперь мы с вами продвинемся вперед и опять возвращаемся к евангелию от иоанна на этот раз мы с вами сейчас увидим что говорит нам сам господь посмотрите что он говорит сам о себе это двенадцатая глава евангелие от иоанна пожалуйста вместе со мной посмотрите это место потому что очень важно когда мы читаем размышляем чтобы мы сами своими глазами видели и проверяли видели и проверяли то что господь говорит нам каждому человеку каждому сердцу это не просто чтение это не просто это это впитывание в себя того духа который господь дарует нам сейчас для того чтобы мы действительно наши глаза были как как говорится как сказал брат игарь чтобы не были удержаны чтобы мы увидели христа сейчас вот здесь где мы мы сейчас будем читать с вами и так 40 9 глава 12 глава извините 12 глава иоанна мы читаем 46 стих я свет пришел мир чтобы всякий верующий меня не оставался во тьме вы слышите еще раз я свет господь иисус говорит пришел мир чтобы всякий верующий меня не оставался во тьме и еще 36 стих до колеса свет с вами веруйте в свет веруйте в свет да будете сынами света сказал сказал это иисус отошел и скрылся от них то есть вы видите эти слова обращены были к иудеям эти слова были обращены к фарисеям и книжникам первым тем кто враждавал с господом те кто не хотел слышать эти слова кто не верил этим словам они видели перед собой всего лишь человека простого еврея который родился как они знали в назарете и его отца знали и мать и все и больше ничего больше никаких знаний никакого понимания никакого открытия духовного не происходило в их в их сердцах и поэтому для нас очень важно услышать с первого лица от самого господа иисуса что его что он свет он свет который пришел в мир который пришел в мир чтобы всякий кто уверует из грешников этого мира что не оставался во тьме не оставался во тьме и поэтому с вами сейчас еще откроем одно место и тоже а это тоже евангелие от юана и увидим с вами что господь говорит нам в третьей главе евангелие от юана 3 глава посмотрите что дух святой говорит через апостола юана о свете он говорит о свете и в первой главе и в третьей главе и вот в 12 главе вы видите сколько этой теме уделяется времени потому что это очень важно для нас мы люди живущие на земле где тьма поглощает много сейчас людей очень много огромное количество людей миллиарды которые не веруют не понимают не знают не хотят знать господа и они повар повернулись нему все чем спиной спиной к нему стоят не лицом они оскорбляют они хуляют бога что они только не сделают против того которого они не познали они глупцы и невежды вот так называют господь это не моё а не они мои слова которые я посылаю сейчас вам дорогие это слова которые господь говорит 1 главе книги притч он говорит вот эти невежды глупцы обратитесь ко мне услышите мой голос ибо если вы не услышите то я над вами тоже посмеюсь и этот ужас который придет на вас вы себе не представляете даже что будет с вами потому что вы сегодня не хотите знак меня и посмотрите что господь говорит нам а в 3 главе в 16 его евангелие от илана 3 глава 16 стиха ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего одинородного да вы каждый не верующий в него не погиб но имел жизнь вечную либо не послал бог сына своего мир чтобы судить мир но чтобы мир спасен был через него верующий в него не судится они верующий уже осужден потому что не уверовал во имя единородного сына божьего суд же состоит в том что свет пришел в мир вы слышите суде состоит в том что свет пришел в мир но люди более возлюбили тьму нежели свет потому что дела их были какие злые злые дела вот почему им нравится они родились во грехе и во зле и они хотят дальше служить злу дьяволу они хотят служить а не христу который является светом миру и посмотрите что дальше говорится 20 стих ибо всякий делающий зло и ненавидит свет они уже привыкли к тьме они в этой темнице дьявол находится десятками лет им там комфортно им хорошо они думать что они с этим грехом пойдут как куда-то на небо и друг другу говорят после смерти да будет земля вам пухом да никаким пухом она не будет и страшные эти черви изъедят тело а душа будет гореть в аду вот что будет и человек должен то знать и понимать что свет он свет жизни он свет мира свет любви а мы пока пока у нас остается 21 1 час жизни но мы должны покаяться мы должны срочно бежать ко христу и падать и поклониться ему скорее сказать господи прости прости меня что я так поступал по отношению к тебе прости пожалуйста господи я не знал тебя я не верил тебя я грешил много прости меня и дай мне жизнь свою я хочу чтобы ты стал моим до конца здесь в этой жизни земной чтобы ты меня переселил пересели меня к себе я хочу быть с тобой я не хочу быть в аду гореть я хочу быть с тобой я я возлюбил тебя здесь сейчас на земле потому что ты коснулся меня ты нашел меня потому что я тебя искал меня искал я тебя нашел посмотрите и дальше 20 стих мы с вами прочитали 21 поступающий по правде идет к свету дабы явные были дела его потому что они в боге соделаны и так дела в боге соделаны то есть мы с вами дорогие друзья те которые уже пришли те которые уже получили от его свет те которые сегодня служат ему и любят его господи помоги сегодня тем кто сегодня еще не пришел благослови и приведи господь покаянию тех кто сегодня сейчас слышит это слово благослови чтобы каждая сердце могло склониться книга к христина к престолу христа чтобы каждый мог упасть перед престолом и просить прощения за все что он делал в жизни своей перед господом потому что грех человека просто или измождил он и сделал из него животное полу животный человек живет сегодня на земле охоте у своими ублажает твое тело и и кушает и пьет и спит и больше ничего не знает работает для того чтобы опять это послать в рот просто он там купили и все и вот жизнь человека и у него всякие хобби кто любит рисование кто любит пение кто любит еще что-то повеселиться и вот вся жизнь вот вокруг этого крутится и так дорогие друзья теперь я хотя бы перейти к теме которые очень важно как понять все-таки о звезде потому что господь говорит что я звезда светлое утренняя я хочу вас вновь возвратить а старый завет и обратить ваше внимание что господь говорит в 23 главе книги исход книга исход книга исход 23 глава я думаю что мы когда-то недавно даже с вами открывали это место но память у нас сожалению а человеческая она такая коробка и поэтому может быть мы запомнили а может быть и нет но напомнить всегда тем более такое место я просто обязан посмотрите что господь говорит нам 23 главе книги исход это с 20 стиха вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место которое я приготовил люди себя перед лицом его и слушай глаза его не упорствуй против него вы слышите дорогие упорствуй против него потому что он не простит греха вашего ибо имя мое в нем если ты будешь слушать глаза его слушать голоса его исполнять все что скажу то врагом буду врагов твоих и противникам противников твоих когда пойдет перед тобой ангел мой и поведет комаре и хитере перезеем хананеем евеем и вусеем и истреблю их но не поклоняйся богам их и не служи им и не подражай делам их но сокруши их и разруш столбы вот посмотрите мы видим здесь в этом а святом тексте нашего господа иисуса христа хотя он здесь назван ангелом божиим ангелом господним но мы с вами понимаем что господь в своем имя бога яхве говорит нам очень важную истину о том что господь сказал первое что господь то есть тот кто был если грядет так переводится на русский язык его тетраграматом это его величайший из величайших имен и также она переводится так как буду тем кем буду буду тем кем буду то есть это означает что господь нам говорит что он своей жизни вечный он был в образе ангела и мы видим в старом завете неоднократно он появляется на страницах писания именно таким ангелом потому что ангел переводится на русский язык мало на иврите на русский язык это еще слово переводится как как посланник посланник он посланник божиего посланник бога отца и святого духа он посланник выполнить те великие задания которые никто бы не смог выполнить из ангелов есть и архангелы на небе есть целая армия ангелов мириады огромное количество их не сочетать но никому не было доверено исполнять те задания которые господь поручил своему сыну божьему и вот одно из таких заданий повести народ израиля куда на земле обетование обетованную для того чтобы одержать победы над этими страшными племенами которые жили на этой земле и вот и так мы с вами увидели почему нам важно понять как раз я между ангелом и звездой о котором мы сейчас с вами уже немного говорили о земле бейтлэхомской и сейчас я с вас а вместе хочу повести на книги откровения посмотрите что открывает нам о а о ангелах и вы сейчас вами увидел первой главе что говорит книга откровения мы с вами видео книги откровения 1 глава это 1 глава посмотрите 16 стих 16 стих он держал десницы свои семь звезд и из уст его выходил острый с обеих сторон меч и лицо его как солнце сияющие в силе своей и так апостол иоанн видит великое откровение он видит великое откровение он видит самого иисуса христа как судью живых и мертвых он видит его как судью для всех собраний которым он посылает послание увидит его как первого священника который одет в падир и по перси на поясами золотым поясом и так мы видим иисуса христа вы посмотрите каком какой великой силе и он я был явлен и он увидел его как солнце сияющий в силе своей обратите внимание на это это очень важно для нас понять и посмотрите что дальше мы читаем 20 20 стихе тайны 7 звезд которые ты видел в деснице моей и 7 золотых светильников есть такая 7 звезд суть ангелы суть ангелы 7 церквей а 7 светильников которые ты видел суть суть 7 церквей и так нас интересует с вами а звезды какая связь значит эти звезды и были являлись ангелами это те которые были посланы для этих церквей 7 церквей которым были даны 7 послания господа иисуса христа самой яркой звезды самого яркого ангела посланника которого мы с вами видим здесь итак мы с вами увидели это первое место здесь книги откровения далее мы с вами видим еще в 20 стихе мы с вами прочитали уже и в 14 главе давайте посмотрим 14 главу книги откровения посмотрим что здесь написано о ангеле значит а откровение 14 глава 6 стих 14 6 и увидел я другого ангела летящего посредине неба который имел вечное евангелие чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену языку и народу и народу здесь мы с вами видим трех ангелов я лишь прочитал об одном ангеле который вот этот мест вниз этот ангел нес великого поручения божия сообщить тем людям которых еще господь хочет будущем хочет пощадить это будет только во время когда когда придет господь до его пришествия мы с вами читаем что будет время когда уже некому будет нести весь уже сто сорок четыре тысячи верных сынов израиля остаток израиля будет отправлен на небо после мук и страданий великой скорби церкви уже не будет потому что она будет восхищена и тогда останется останется только ангелы это посланники которые господь пошлет нести благую весть такая весть убойтесь бога убойтесь бога и воздайте ему славу вот о чем будет а будут а возвещать эти ангелы о падении вавилона и об этом будет посвящено и о том что кто будет адаст свои руки для печати сатаны дьявола будет гореть страшном озере огненном то есть вот видите как господь использовал ангелов использовал свои звезды они тоже называются звездами и поэтому мы с вами уже видим как мы подходим к очень интересному финалу наших размышлений давайте посмотрим опять мы возвращаемся посмотрите как мы с вами идем сегодня в размышление числа значит книга числа книга числа посмотрите давайте посмотрим что здесь говорится 24 глава книга книги числа здесь рассказывается а вот эти несколько глав до 24 главы и 24 тоже рассказывается о царе которого звали валах мавицкий царь который хотел проклясть израиль который так просто стык желал все победить одолеть и уничтожить израиль и таким образом что же он сделал он придумал такой план возьму я вот такого пророка известного восточного пророка а по имени мало а или я думаю что его имя балланы рыба аль наверное я так думаю но это мое мое рассуждение может быть я не совсем прав но имя я думаю его переводится как бааль господин народа какого народа был господин когда ему дали родители я не знаю но я знаю лишь одно что этот человек был очень как бы сказать противоречивый в своих своих духовных а видимо взглядах он был неустойчивый он человек который хотел служить и мамоне и хотел служить то есть богатству и хотел служить боба одновременно почему и вот мы с вами видим что те пророчества которые дал ему здесь а в этом святом писании дал господь место хотя его считаете пророк а иуда и пророк и петр они считают человека который обольстился мздою то есть убрал взятки он он был очень как бы до денег очень такой знаете слабый человек и он как сегодня миллиарда людей таких есть и даже христиан который сегодня а хотят жить процветать и хорошо устроиться и это и главное в жизни они служение богу поэтому вот не посмотрите что интересно мы с вами только сегодня говорили о том что мы все будут пророком божьим не только вождем израиля но он был пророком божьим и мы с вами думаем что может быть вот это все что касалось того времени потому что валах жил тоже в это время по примерно время когда на жил месси и поэтому с вами увидим сейчас что же он говорит какое пророчество посмотрите 24 глава мы прочитаем следующее и взглядел 2 стих и взглянул валаам и увидел израиля стоящего на к по коленам своим и был на нем дух божий и произнес вам плечу и сказал говорит валаам сын вера говорит муж с открытым оком говорит слышащий слова божий который видит видение всемогущего падает но открыты глаза его как прекрасный шатры твои якобы жилища твои израиль расселается они как дали как долины как сады при реке как овойные деревья насажденный господом как кедры при водах и дальше мы с вами читаем следующее девятый стих преклонился лежит как лев и как львица кто поднимет его благословляющий тебя благословен и проклинающий тебя проклят то есть мы с вами видим великое пророчество на народ израиля мы видим с вами что господь использовал уста этого человека хотя он считается по писанию он считается человеком уже пророком но мы видим что в нем было что-то то почему бог допустил чтобы его уста нечестивые должны были произнести такие великие пророчества это просто можно быть можно назвать сокрытый тайны божий и что я еще хотел обратить внимание еще на эту тему который касается сегодня нас с вами о звезде посмотрите он говорит еще одно пророчество говорит слышащий слова божий это 24 глава 16 стих говорит слышащий слова божий имеющий видение всевышнего который видит видение всемогущего падает но открыты очи его вижу его но ныне еще нет жрю его но не близко восходит звезда от якова и вас и восстает жезл от израиля и разит князей муава и сокрушает всех сынов сифов и так мы с вами увидели падающего пророка он падает он знает духовно понимает что он находится в падении потому что он не отдал себя полностью богу потому что его сердце двоидушное он хочет сидеть как бы на на том что сегодня тянет тянется мир тянется в деньгам не тянется сегодня к доллару и так было во все времена и древние сегодняшние поэтому с вами видим что но глаза его открыты у него глаза духовные были открыты поэтому то господь я думаю может быть это одно из предположений что он ему даст дать такое великое пророчество посмотрите о звезде якова увидите то есть он видит что это еще далеко еще восход этой звезды будет впереди но когда он не знает но он не знает что это зайдет эта звезда от якова и восстанет жезл из изра от израиля то есть жезл от израиля это царь иудейский это царь который будет иметь власть над израилем и на всем миром потому что вот это пророчество мы уже его сами дочитать можете до конца этой главы 24 мы с вами видим как господь своя господь воинств разе всех врагов израиля разе и все это произойдет когда это произойдет во втором пришествии при его судах все вот эти муавитяне мадянитяне и их там много этих племен а малик и многие другие амарии они все будут повержены не помните мы с вами говорили что господь что совершит он вызовет прошедшее он вызовет этот мир вот эти страшные племена моменту его пришествия они уже будут на земле и он будет с ними рассчитываться вот со всеми теми кто творил беззаконие тогда еще в древности вы видите что господь еще много чудное дивное совершит на земле и так мы с вами продолжаем сейчас размышлять над темой звезды звезда и посмотрите открою еще лишь книгу даниила эта книга даниила и мы с вами открываем 12 главу 12 глава еще мы убедимся сейчас в одной очень важной такой мысли о звездах о звездах и так мы читаем и так мы читаем с вами 12 глава 3 и со 2 стиха и многие спящих в прахе земли пробудится одни для жизни вечной другие на вечное поругание и посрамление и разумные будет сиять как светило на тверде и обративших многих правде как звезды во веки навсегда то есть мы с вами видим это вот это время даниил тоже описывал время эсхатологических событий которые произойдут в это время на земле а израиля что господь воскресит это не просто духовное воскресение но и физическое воскресенье одних он восхитит возвратить жизнь людям для жизни вечной вот в этом царстве тысячелетним а других для осуждения и здесь говорится все те кто трудились для бога тогда в то время будут трудиться для бога потому что представляете себе он же в 6 веке за 600 лет до первого предшествия господь дал пророку даниилу сказать об этих событиях это действительно чудо это удивительно это прекрасно что мы с вами узнаем столько деталей которые открыты именно пророчества нигде в другом никакой другой человеческой книги нету ничего подобного потому что эту книгу вдохновил святой дух третье лицо при единого бога слава ему хвала и благодарения за то что он так трудился трудится и будет трудиться среди народа божьего потому что это он дает нам эти пророчества потому что они открыты для нас и он хочет чтобы были достойны этих пророчеств котором открыл за тысячи лет до нашего появления здесь на земле посмотрите дорогие и так я что хотел бы сказать на что обратить ваше внимание еще вот в нашей нашей проповеди я хотел бы обратить внимание на то что и прийти к выводу очень важно пока его не упустил о том что звезда битлэхомская возможно я не утверждаю ни в коем случае но возможно это сам господь это сам господь который выполнил задание опять для чего для того чтобы привести этих этих мудрецов туда к этому месту к этой пещере где родился над господь иисус потому что он продолжает действовать и он чудный родился как младенец но дух его продолжал совершать действия которые необходимы были потому что это было очень важное событие и потом мы сами знаем я не буду уже читать это место евангелие от луки где появляется кроме того огромное количество ангелов который которым были было возвещено огромное количество ангелов которые возвестили пастухам пастухам возвестили о том что родился сын божий на земле сын человеческий славный сын и шо дунай и мы благодарим господа что действительно и пас почему пастуха вот тоже очень интересный вопрос почему не каким-то другим людям но самым простым самым а людям как бедно можно сказать потому что мы сами знаем что пастух это самая великая и прекрасная специальность которая описанная а святом писании нету более праведной чистой святой работы которые совершали наши патриархи авраам и всякий ягод потому что все они были чем они были все пастухами и кто был пастухом яви был пастухом и давид был пастухом и многие пророки даже были пастухами поэтому с вами знаем что наш господь самый первый и самый важный пастух самый главный пастырь жизни нашей пастырь любви нашей пастырь который ведет вводит нас к и будет водить нас на злачные пажите как написано в откровении как агнец божий как агнец заклонный как агнец победоносный слава ему за все благодарение ему и и я вот теперь я хотел обратить обратить ваше внимание еще лишь на один вопрос который очень связан с рождеством и сегодня елка является символом а всего этого рождества это никак не совместимо вообще эти понятия какой зеленый как его называют вечно зеленое дерево и рядом иисус христос и без того чтобы христа иисуса ставим в центре своих на своей жизни из своих своих видений в этот день вспоминать его рождение радоваться тому что он пришел спасти каждую грешную душу а сегодня ставят эти страшные идолы вот посмотрите я просто хочу ваше внимание обратить на на книгу пророка еремии пророк еремии посмотрите что нам открывает пророк еремия по поводу того что можем и или мы не можем сегодня пользоваться вот такими а страшными идолами потому что я лишь в них вижу идолам потому что так говорит слово божье а так говорит слово божье это еремия 10 глава посмотрите вместе со мной 10 глава книги книга еремии здесь он говорит такое слово да очень важно для нас услышать дорогие друзья потому что сегодня церковь тоже совершают такой же грех многие церкви были большинство церквей вносят не знаю ли сейчас когда закрыты церкви потому что господь закрыл и не спроста закрыл а за многие преступления в том числе и за те которые описаны сейчас книги еремии потому что для многих это это дерево стало декорацией на сценах где должны должны должно проповедоваться слово божье где должны петь честь хвалу и славу нашему спасителю там стоят вот эти столпы вот посмотрите так написано 10 глава иеремия слушайте слова которое господь говорит вам дом израиля так говорит господь не учитесь путям язычников и не страшитесь знамени небесно которые язычники страшаться и был старый народов пустота вырубают дерево в лесу обделывают его руками плотников при помощи топора покрывает серебром и золотом прикрепляют гвоздиками и молотом чтобы не шаталась они то есть вот эти деревья они как авточенный стол или говоря их носят потому что ходить они не могут не бойтесь ибо они не могут причинить зла ну и добра делать не в силах и вот мы с вами видели дальше очень интересная молитва она пророка иеремии но здесь мы с вами еще вот лишь одно место здесь вот здесь говорится вот что сейчас одну минуточку а здесь написано что это все до одного они бессмысленные то есть вот это идолы эти идолы эти эти деревья превратили выдавы известно говорится они бессмысленные глупы пустое учение это дерево это учение целое учение это очень точно сказано это уже учение который сегодня весь мир прыгает танцует и радуется бестолковости бессмысленности вот этого дерева что есть там ставит звезды вот эти звезды пятиконечные которые тоже отождествляются с врагом душ человеческих и рубиновые звезды на кремлевских курантах и все что сегодня на красной площади и это все это страна атеизма эта страна неверия эта страна где сегодня огромное количество также погрязли в язычестве и православии и всего другого поэтому чтобы господь благословил нас сегодня избавил нас сегодня же духом святым если мы когда-то верили и вносили эти елки в свои дома тогда не до перестанем и творить это зло и грех перед господом я умоляю вас дорогие братья и сестры и те кто еще пришел или не пришел господу поймите все что говорит господь своем слове это правда истинная чистая правда и мы должны доверять только ему никакими никакими ситуация никакой фальши ничему не верьте ничему потому что сатана у него много коварных умыслов и он использует вот именно вот это пида уже тысячи лет и заражена заражены церкви верующие и я думаю что каждый пастор будет отдавать ответ за то что он разрешил делать это зло в домах молитвы в заключение я хотел сказать вам что мы могли бы как общий итог подвести нашей теме иисус христос является самой яркой звездой и всех мирят звезд и ангелов всей вселенной он он возвещает человечеству о втором пришествии которое грядет на нашу землю чтобы рассеять греховную тьму и возвестить зарю славного божьего дня его владычество на царством божьим на земле вот такое вот воззвание к вам дорогие мы сегодня с вами услышали о том что наш господь есть корень и потомок давида и слава ему так же как звезде светлые утренние да вас сияет эта звезда в сердце каждого и каждый пускай возьмет себе в голову и в сердце что мы должны сегодня освещаться им мы должны сегодня тоже быть светом жизни здесь на земле для других людей чтобы другие люди осветились через нас потому что он использует нас он мы в нем его теле в его теле и поэтому нас так хочет использовать это великая ответственная обязанность нас это поручение чтобы мы светили чтобы мы не прятали свои светильники где-то внутри себя и боялись открыть рот и боялись сказать человеку что он неправ что он грешник что нуждается спасители что он не знает когда ему конец придет этому человеку и что у него лишь один будет культ вечную погибель а мы хотим спасать мы маленькие спасатели нашего спасителя господа иисуса христа поэтому представлю представляете себя именно так такие вы есть и такими будете и будете еще более сильными если будете идти верно никуда не уклоняться от него нет влево не вправо идти только за ним потому что он верный он предан и он самый праведный слава ему за все благодарение бога отцу и сыну и святому духу вечную слава аминь спасибо большое за эту проповедь слава богу за эти пророческие истины которые нам господь открыл и за их исполнение друзья жизни господа нашего еще амащеха мы сейчас вместе прославим господа общим пением тихая ночь дивная ночь жалко тихая ночь дремлет все лишь не спит 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 дремлет все лишь не спит Всем Он принес, свыше вас свет посетил, свыше вас свет посетил. Тихая ночь, дивная ночь, к небу нас Бог призвал. О, да откроются наши сердца, и да прославят Его все уста. Он нам Спасителя дал, Он нам Спасителя дал. Тихая ночь, дивная ночь. Аллилуйя, слава Господу! Слава! Слава Господу, благодарение Ему за это собрание, которое Он нам подарил, за все еврейские истины, драгоценные, которые Он нам сегодня даровал. Друзья, мы сейчас будем вместе молиться, чтобы Господь был с нами, поддержал нас, подкрепил нас на предстоящую неделю, конец 2020 года. Приближаемся к концу уже декабря этого месяца, к концу этого декабря. Чтобы Господь был с нами, поддержал, подкрепил и помог нам. Я предлагаю, друзья, если, может быть, у кого-то есть молитвенные нужды, которые вы хотели бы сейчас высказать, слух. Потом будет возможность помолиться. Несколько могут помолиться, друзья. Воздать хваву и славу Господу. И в конце молитву Аарона, Богосподин Аарона, произнесет Гелем. Будем продолжать молиться, друзья, друг за друга. Будем молиться за наши семьи, за наших родственников, за наших друзей, знакомых. Будем также молиться за Алену, за ее семью. Мы их не видим сегодня с нами. Чтобы Господь помог и поддержал. Продолжать молиться за Нателлу, Лию. Так, чтобы Господь помог, крепил, поддержал в этой непростой ситуации. А молиться, конечно же, за ситуацию в Америке. Молиться за мир Иерусалима, за Израиль. За духовный рост нас всех. И молиться о том, чтобы Господь дал нам Новый 2021 год. Чтобы, по Божьей милости, эта страшная болезнь, эта пандемия была позади нас. Мы могли вновь вместе собираться, как в одном месте. В томе молитвы. Ну вот, такие моменты, которые я бы хотел сказать, друзья. Может быть, если у кого-то есть еще какие-то другие молитвенные благодарности или нужные, можете высказать. Потом можете включить свой микрофончик. Помолиться вслух, друзья. И в конце молитву совершит благословение Арона Гелем. Альда, Гелем, пожалуйста, хотите что-то сказать? Да, у меня несколько слов по поводу проповеди. Замечательная проповедь. Действительно, продолжение двух наших комментариев. Это получилось очень объемное служение, посвященное самому Ешуа. Единственное, я хочу сказать о том, что, дорогой брат Барух, я очень тебя прошу, пожалуйста, не забывать, что здесь в нашем служении восемь евреев. Восемь. Я посчитал, но с моей мамой даже девять. И, пожалуйста, не забывать, что наш Спаситель, все-таки его настоящее имя Ешуа. И в этот раз ты вообще ни разу не сказал имя настоящее. Ты знаешь, как-то очень странно звучит, когда ты прекрасно перевел Бейтлехем, то есть Вифлеем, дом хлеба, и оказалось, что в Бейтлехеме родился Иисус Христос. Почему не сказать в это время Ешуа? Это просто бальзам на сердце для нас, для евреев. И тут совсем молодой человек, Артур, еврей, который думает, что наш Спаситель имеет греческое имя. И когда он придет в Израиль, он будет говорить на том же языке, как он говорил с апостолом Шаулем, на еврейском языке, потому что он придет в Израиль, и все будут, евреи ему кричать, Барухаба, Барухаба, Данай, кто еще? Они не будут кричать, они многие не знают даже имя Иисус Христос, эти ортодоксы и так далее. И мы молимся, чтобы они узнали подлинного Спасителя с подлинным именем. Я понимаю, ты говорил здесь, потому что много братьев, сестер, которые не евреи, но тут и были евреи, которым нужно все время напоминать, что нашего Спасителя не зовут Иисус Христос, ассимилированный греческие названия, а он все-таки наш Маших еще. И твой сын Игаль замечательно всегда переводит. И я просто удивлен, что сегодня такой день не прозвучало, его подлинное имя с твоих уст. Пусть тебя Бог благословит, чтобы эллинизация, вот я буду молиться, чтобы все-таки эллинизм, вот это заражение греческой вот этой вот философии, которая сегодня распространилась на всю христианскую церковь, она ушла с твоего сердца, пусть тебя Бог благословит. Я тебя очень люблю. И дай Бог тебе проповедовать евреям подлинного Ишуаха Машиха всегда. Амин. Знаете, я хотела сказать одно слово. Вы знаете, очень трудно удержаться от того, что сейчас я слушаю, ну и Володя со мной рядом, что это звучит как разделение. Все-таки вот так вклинивается, вот это одни, вот это другие, вот давайте вот так, ради этих, ради тех. Так трудно и тяжело это слышать, вы знаете. Да, я согласен с моей женой. Это очень-очень, это какое-то вот... Это к вам обращает. Это какое-то прямо разделение. Давайте евреям называть... Вы хотите как бы показать то, что вы типа арии, помните? Как немцы в свое время, арийцы были, высшая раса. Абсолютно не так. Вы проповедуете именно то, что вы еврейцы были, высшая раса. В всяком случае... Я говорю о языке, об уважении к еврейскому народу, который здесь присутствует. Вы слишком много внимания уделяете. А к другому тогда неуважение будет, как это две стороны? Нет, Ешо, Хамашиев, Иисус Христос, как говорит Игаль, как я говорю. Понимаете? Тогда, наверное, действительно нужно евреям отдельно от русских. По-вашему. По-нашему бы было хорошо. Ни в коем случае. Мы все вместе. Мы должны быть вместе. Я уже с вами говорил два часа на эту тему. Мы должны быть вместе, но мы должны помнить, кто такой был Иисус Христос. В реальности, кто его родила, Америка родила. Мы должны это помнить, дорогие мои. Это очень важно. Иначе эллинизм просто затмит, и мы можем уйти очень легко в сторону. Гилель, я хочу пару слов тебе ответить на то, о чем ты сейчас говоришь. Во-первых, то, что я говорю сегодня и называю его имя Иисус Христос, это никакая не эллинизация, как ты себе представляешь, да? Да. Потому что ты должен понять одну великую истину. Она должна быть истиной в твоем сердце. Что сегодня Господь убрал преграду между евреями и иудеями. Он стал миром для нас всех. Он создал одного человека. Одного человека. Он создал нового человека. Ибо древнее прошло. Он пришел спасти евреев, Он пришел спасти весь мир, всех язычников. Под каким именем? Скажи, пожалуйста, под каким именем? И Он пришел спасти под именем Ишуа Адунай. В моем сердце это имя, оно было, есть и будет. Но имя Иисус Христос, оно также имеет то же самое для меня значение, высоту, которое имеет имя Ишуа. Для меня нет никакой разницы абсолютно. Это выходит из меня Духом Божьим. Вот и все. А если Дух Божий мне говорит через мою устающее чад, так говорил вот в этой проповеди. Иногда я говорю, почти редко когда говорю, я Иисус Христос говорю больше так вот Ишуа. Но для меня это никакой разницы нет. Ты должен понять одну вот эту истину. Если эллинизация, значит язычество есть во мне. И значит я какой-то язычник. Но я не язычник. Я библейский верующий. Я христианин. Христианин. В первую очередь я христианин, а потом иуды, мишихи, как мы говорим, да? Мессианские евреи. Но я не хочу выставлять, чтобы кому-то обижать, вот как сейчас Тамара говорит. Зачем? Потому что мы все в одном. Мы в нем. Главное, что он нас родил свыше. Дорогой брат, хотя бы один раз можно было назвать? Дорогой брат, ради таких, как я, евреев, один раз можно было назвать Ишуха Маших? Но я не могу тебе... В следующей проповеди, по милости Божией, если она будет, то я буду и говорить о том, что он мой Машияк Ишуха. Ну, слава Богу. Слава Богу. Я же не против. Вы поймите, Тамарочка, все, я не против. Здесь немножко звучит по-другому, понимаешь? Артур пришел. Артур может подумать, что вы звали. Оно где-то обидно звучит, понимаешь? Когда ты начинаешь разделять, это так... Я не разделяю вообще. Это неправильно. В никаком случае. Никто не над кем. Мы все под Богом. Мы все обидно. Не знаю, как ваше мнение, но дело на деле звучит так, что это разделение идет. И очень сильное разделение. И очень плохое. И если только ради вас... Так что имейте в виду. Это... Потому что все... Все неевреи быстро от вас уйдут все. Запомните. Я думаю, что неевреи, которые знают, что его звали по-настоящему так, никуда не уйдут. И что ангел не назвал по-гречески его вот так, понимаете? А те, конечно, которые скажут, что вот так вот он и вернется как в Израиль, как с этим именем Иисус Христос. Понимаете? Он вернется для всех, он вернется евреев, как Ишуа. Для неевреев он будет, как вас, благословенных христиан, он будет, как Иисус Христос. Я не против этого, поймите. Это... Вы просто не... Я не знаю... Мы столько говорили, и опять то же самое. Я не против имени Иисус Христос. Я за. Только нужно... Только послушайте. Если вы так произносите, вы произносите. А зачем же вы другим говорите, как бы навязывая? Я не навязываю, а прошу ради нескольких евреев. Понимаете, когда вы просите одного, это касается всех. Вот вы просите сейчас только одного брата. Но это значит, касается всех. Потому что я уже буду думать, не могу я в молитве так произнести. Там Артур... Нет, называйте, вы привыкли называть. Там еще. Ну это просто... Нехорошо на собрании у нас так получилось. Очень жаль. А можно я скажу? Можно я скажу? Я так вот очень тоже размышляла. У нас это уже как бы не первый раз это все возникает. Я так думала. В Святом Писании написано, что все наши имена записаны в книге жизни. Вот мое имя Айнура. И я не люблю, когда меня так называют. Меня так назвали родители. Меня называют... Я люблю, когда мне говорят на имя Я бы не жила в Израиле. Меня бы называли Ханна. Из этих имен Бог знает, что это именно я. Неважно, если бы даже меня... Не знаю, кем бы называли, но Бог знает, что это я, что это моя душа. И когда я взываю к нему, Он знает, что это именно я. Это не вы, Гелель, не Тамара, не Виталий, это я. И так же само, когда мы взываем к Иисусу, к Иешуа, Он знает, что это мы взываем к Нему, потому что Он видит наши сердца. Даже если мы бы не могли говорить, и уста наши были не мы, Бог бы и слышал наше сердце. И Он бы знал, что это Он Спаситель мира. Спаситель мира Израиля. Аминь. Но и Спаситель мира тоже и язычников, и евреев, всех вместе. Мы все Его создания. И знаете, в канун такого праздника, в канун Его Рождества, в канун праздника Света, нам не нужно так спорить. Он всех нас любит одинаково. И Он для всех, для нас является Отцом. И можно, знаете, давайте, если мы хотим на эту тему, правда, мы уже сколько раз об этом говорили, можно какое-то другое выбрать время, но не сейчас. Но я знаю, я точно верю. Я прошу прощения, меня просто затронуло, что ни разу не прозвучало мое любимое имя. Бог знает. У вас же тоже сколько имен у вас. И Гилель, и Геннадий, и как вас еще называют? Гилен. И Геннадий умерло. Умерло Геннадий уже давно. Нет, но вас так родители назвали, неважно. Моя мама меня уже даже так не знала. Но вы сколько лет были, многие там одноклассники ваши, все знают под этим именем. Но Бог не знал. Даже если бы меня там не знаю, никак бы не звали, но Бог знает, что это вот, это я, это душа, которая взывает к нему. И он знает это. Даже если бы я, говорю, не произносила его имени. Поэтому давайте, братья, сестры, какая самая главная заповедь? Какая? Чтобы мы возлюбили. Любите друг друга. Да, чтобы мы любили. И не только вот так. Я люблю брата, я же не против. Пафосно на словах, я говорю, знаете, вот любовь сейчас, оно имеет такое значение, вот очень часто говорят, я люблю тебя, я люблю тебя. А мы не вкладываем в этот смысл, в который смысл вложил Иисус, Ишуа. Я честно, мне вот это, мне просто, просто мне так всё это сейчас бурлит, вот. И этот, ну я, спасибо, Борис, Барух, спасибо вам за вашу проповедь, слава Господу, что он так открылся через вас, он сегодня говорил Духом Святым, слава Ему. И давайте, ну мы все любим друг друга, да, но давайте не на словах это, а на делах показывать и выражать. Аминь. Аминь. Спасибо, Айнура, аминь. Да, да, я просто хочу сказать одно слово. Друзья, во-первых, да, надо, чтобы всё у нас было чинно и богопристойно, и чтобы никто ни на кого не обижался, и не было никаких разделений. Мы призваны к единству Духа в союзе мира. Аминь. Просто один момент, когда я слышал проповедь сегодня, Баруха, к концу проповеди, да, прозвучало Ишуа. Один раз, Гирель, да, было. Один раз было, да? Да, да, да. Поэтому это не так, Гирельчик, вы сказали, что вообще ни папа ни разу. Я прослушал, извиняюсь. Не, не произнёс, он произнёс. Но просто я хочу вот этот момент подчеркнуть для нас, друзья, чтобы мы были чувствительны к работе Духа Божьего в нас. Как Бог руководить сердцем? И мы должны понимать, что действительно тело Господне, оно одно. Аминь. Сыны Божьи. Мы все сыны по вере в Авраама. Все сыны Авраама по вере. Поэтому мы не должны, никто не, не должны как бы, как бы своими рассуждениями вести к разделению. Это очень важно понять. В то же самое время мы, да, должны быть чувствительны к тому, что есть в нашем служении людей из еврейского народа, есть которые на пути к Богу. И поэтому для того, чтобы исполнить принцип, как Павел говорит, для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, я считаю, что правильно, да, чтобы имя Ишо, да, звучало на наших собраниях. Нету проблем абсолютно, чтобы звучало имя Иисус. Слава Богу. Вот мы говорим об одном и том же Боге. Аминь. Шуа Мащех, Иисус Христос. Мы не говорим тут о двух Богах. Мы не говорим тут о двух каких-то образах разных. Говорим об одном и том же спасителе. Но мы должны быть чувствительны, друзья. Поэтому не нужно обижаться. Илья Дорогой, не обижайтесь, пожалуйста, на брата Баруха, что вот так сегодня имя Господня так на иврите не звучало, как бы хотелось вам по сердцу. Я вас понимаю. Но бывает. Это тут внутренний, личностный момент такой есть. Понимаете? Но хорошо высказать свое мнение, сказать или поощрить. Это нормально, я думаю. Тут в этом ничего такого нет. Но в то же самое время мы должны быть чувствительны к тому, что мы хотим достигать еврейский народ Евангелем. И поэтому произнесение имени на иврите, оно может приблизить людей, которые еще на пути к Богу, которые евреи. Это нормально. Тут ничего нет такого неправильного в этом, друзья. Понимаете? Поэтому нужен тут баланс, нужна тут чувствительность, нужна тут чуткость. Вот. Если есть баланс, чувствительность, чуткость, любовь, тогда будет хороший, добрый результат, я думаю, друзья. Давайте тогда помолимся в завершении нашего сегодняшнего служения. Слава Богу за собрание наше. Спасибо всем, кто сегодня был, участвовал, делился словом, молился, пел, чтобы не было ни у кого огорчения на сердце, ни в коем случае, если есть оно, чтобы Господь снял всякое огорчение сердца. И помолимся, друзья, о тех вот нуждах, которые я вот упомянул. Давайте помолимся, может быть, если кто-то хочет помолиться, слух, можете включить свой микрофончик, может быть, несколько человек, если кто-то хотят помолиться. Пожалуйста, а в конце молитвы у Аарона, Богосподин Аарона, скажет Геремия. Хорошо? Можем помолиться, если кто хочет, у кого-то на сердце, шанс-то. Господи, святой и праведный, любящий, верный и логим, мы благодарим Тебя, Бога Израилева, Бога Абрама Исаака Якова, что Ты, наш Бог, наш Творец, наш Создатель, наш Отец Небесный, что мы можем сегодня всем сердцем взывать Тебе в это рождественское время, когда мы, Господь, всем сердцем склоняемся перед Тобою, перед Сыном Божьим, Сыном Человеческим, нашим Царем Иудейским, Царем Красоты, Царем Мира, Царем Спасения, Царем Нашей Жизни. Слава Ему, слава, слава Тебе, Ишуа Дуна, Ишуа Маще, Ишуа, как велико, как славно, как дивно, и как прекрасно Твое имя, Иисус Христос. Мы благодарим Тебя, для нас нет разницы, Господи, ни в коем случае. Мы знаем Тебя, своего Спасителя, и мы знаем, Господь, что для Тебя, это нисколько Тебя не обижает, Господь, потому что те, кто познали Тебя, они познали Тебя, в первую очередь, как Спасителя, Спасителя наших душ от всякого греха и смерти. Ты одарил нас вечной жизнью, Ты одарил нас светом, звезды светлой и утренней. И мы сегодня можем бежать к Тебе и знать, что Ты всегда освящающий, всегда укрепляющий, всегда, Господи, дарующий нам мир Твой, покой и утешение Духом Твоим святым. Поэтому я благодарен Тебе, Господи, что Ты сегодня дал сказать это слово братьям, дал сказать это слово мне, Господь, Твоему рабу, ничего не стоящему. Я благодарю Тебя, Господи, благодарю Тебя и прошу, чтобы Ты благословил всех нас в это славное время истинного Рождества, истинного почитания Тебя как Царя, Царей, Господа, Господствующих. Мы молим Тебя, мы ждем Тебя, мы знаем Тебя, Господь, и хотим служить Тебе до времени, пока Ты переселишь нас, Господь, в свое Царство. Поэтому помоги нам, Господь, пройти свое поприще, Господь, чтобы мы никого, Господь, не обижали, чтобы мы сами не разделялись самим собой, чтобы у нас не было двоедушного сердца, чтобы у нас было сердце полной любви, которой Ты одарил нас и которой Ты, Господь, перелил в наше сердце свою великую святую любовь, от которой нас никто не отлучит, никакие силы, никакие, Господь власти, никто, Господь, никакая глубина, высота, ничего не отлучит от любви Христовой, от любви Божьей. Слава, слава Тебе, благодарение Тебе, Господи, прошу, чтобы Ты благословил всех нас накануне нового 2021 года, Господи, 2021 год, да будет этот год, Господь, добрым годом, добрых новостей, доброго служения Тебе, доброго здоровья, в первую очередь, духовного здоровья, Господи, ибо сейчас время последнее, Ты знаешь, сколько сегодня наступлений враг ведет на войне духовный, Господь, помоги, сохрани наши души, дух и тело, Господь, благослови, чтобы мы смотрели на Тебя и только на Тебя, и видели перед собой только Тебя, Одесну и Тебя, видеть Тебя, Господь, как видел Тебя Давид, Царь Давид, Господь, благослови нас ходить в Твоей вере, в Твоей надежде, в Твоей любви, благослови нас физически, исцели нас, укрепи нас, защити нас от этого поражения, которое Ты навел на всю землю сегодня в виде этой пандемии, как называют эти люди, Господи, это Твое поражение, Ты поражающий, Ты же врачующий, Ты, Господь, дающий раны, и Ты же сам, Господь, перевязывающий, кому Ты хочешь перевязать, Ты, Господь, все знаешь, Ты взвешивающий сердца, и Ты испытывающий наши сердца, слава Тебе, как мы любим Тебя, Господь, и хотим ходить с Тобой, укрепляй нас, Господь, обличай нас, мы нуждаемся в обличении, это бальзам на наши души, на наше сердце, Господи, чтобы мы не боялись обличений, потому что мы знаем, что мы грешники, Господь, что мы еще нередко согрешаем, Господь, иногда даже много, поэтому прости нас всех, Господи, прости всех нас, каждого из нас, за каждую ошибку, за каждый грех, за все, что нечисто еще выходит иногда из нас, Господи, исторгни всякую нечистоту, помоги, Господь, возненавидеть грех, как Ты его ненавидишь, помоги нам возненавидеть его, ибо мы, Господь, родились во грехе, но сегодня мы не грешники уже, какими мы были, сегодня грех уже не царствует над нами, господь царствуешь ты над нами в нашем сердце благословляя пожалуйста услышь слышно поддержи каждую душу который сегодня слышит эту молитву господь благослови с целей каждого из нас мы нуждаемся в тебе без тебя мы без света без мира без радости без свет без ничего господь но когда ты приходишь ты окрыляешь нас ты утешаешь нас ты гладишь нас как маленьких детей ты видишь как мы иногда рассуждаем ты видишь сколько у нас еще детского господь и ты хочешь видеть это это детское чтобы были детьми господь маленькими детьми которые господь хоть не стремятся козлу ничего у них нет уже потому что они стремятся к добру благослови услышь нас поддержи нас сегодня и завтра и весь это предстоящий года будет годом господь добрых побед господь чтобы каждый из нас стал побеждающим христианином слава тебе за все благодарность и низкий поклон богу отцу сыну и святому духу прими нас пожалуйста из иисус дорогой прощение всех наших грехов во имя твое они